Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Рад приветствовать всех, кто к нам только что присоединился в эфире телеканала «Союз Четверть Часа». Мы, как всегда, начинаем с ее рубрики «Терра инкогнито» и... Извините, дорогие друзья. Так, ребята, а что у меня суфлер-то почему не работает, я не понял. Я сейчас что должен говорить зрителям? Минуточку, дорогие друзья. Я пойду сейчас схожу. С какими листочками? У меня нет листочков, я не распечатывал. Я что сейчас сделаю? Дорогие телезрители, мы сейчас все выясним, в чем дело. Вы пока посмотрите наши видеозаписи. Что такое катавасия? Неразбериха. Сумятица. Катавасия. Ну что за... Не помню слово, но конкретно сказать не могу. Я не знаю. Что такое катавасия? Туринг-гай. Катавасия, ну да, это полная ерунда, скажем так. А церковного смеха не знает? Церковного смеха, да. Катавасия, ну это что-то типа, так скажем, бардак. Катавасия, это что-то, какое-то безобразие. Что такое катавасия? Катавасия, это что-то такое запутанное. А, катавасия? Это бардак, конечно. Бардак, да. Что-то, наверное, наподобие какого-то сумбура, непонятного чего-то, непонятно, что происходит. Вообще катавасия означает какая-то там абракадабра, вот какие-то несуразные там слова. А на самом деле, то что это такое? Дорогие друзья, вы, конечно, поняли, что небольшой розыгрыш в начале программы должен был представить катавасию в общеизвестном значении этого слова. Неразбериха, беспорядок и неорганизованность. Однако, есть у катавасии другой смысл. Первым делом обратимся к толковым словарям. Так, толковый словарь Ожегова информирует, что слово катавасия греческое и обозначает нисхождение и суматоху. В первом значении оно употребляется в обиходе церковного пения. Катавасия – это припев, который поется во время канона на утренние. Катавасии повторяются после каждой песни канона и поются на разные глазы. А мы знаем, что их всего восемь, и каноны пелись попеременно то левым, то правым хором. На припев катавасию певчи спускались с клироса и вставали на середину храма. Вот отсюда и значение – сходить вниз. Песнопение таким образом было сложное, так как пелось на ходу на многие голоса. Это сложное песнопение воспринималось как нечто путанное, негармоничное, даже если певчи исполняли, не сбиваясь. Вот с этим и связано современное значение слова катавасия – путаница или суматоха. Вот с катавасией разобрались, переходим к рубрике «Неформат». Дорогие телезрители, мы продолжаем следить за обстановкой в Сирии с помощью сетевого информационного агентства «Анна Ньюз». Трагедия, которая происходит сейчас в Сирии – это вызов не только всему христианскому миру, она затрагивает и многих традиционных мусульман. В Сирии всегда мирно жили бок о бок христиане и мусульмане. Здесь никогда не было межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Стоит вспомнить и о том, что Сирия – это колыбель христианства. Именно здесь, в первом веке от Рождества Христова, возникли одни из первых христианских общин. С Сирией связаны имена величайших подвижников православия – священномученик Игнатий Антиохийский, преподобный Ефрем Сирин, преподобный Иоанн Дамаскин. И это лишь несколько имен и сонма святых отцов, мучеников и преподобных, которых даровала нам святая сирийская земля, где теперь творится кровавое беззаконие, разрушаются христианские святыни и мирового значения. Мы, конечно, все молимся и надеемся, что христианство в Сирии сохранится, что беженцы вернутся в свои дома. Потому что исчезновение христианства в землях, где происходили основные события священной истории, в конечном итоге станет духовной и исторической трагедией. Мы в христианском районе Дамаска Бабтума. Боевики регулярно обстреливают его из минометов. В момент, когда из храма Креста выходили прихожане, когда завершилась служба, боевики нанесли точный удар, в результате которого погибло 6 человек, 25 получили ранения. Вы видите следы разрывов этих мин. Стену дома белых выщербанных от оскоков мины, сгоревшие в результате попадания мин машиночек. Мы живем и существуем вместе на этой земле уже много веков. Здесь уже жили христиане, когда 1400 лет тому назад в Сирию пришли мусульмане. Мы всегда жили с ними в мире и согласии, находили общий язык. И все это время христиане не чувствовали никаких притеснений и никуда отсюда не уезжали. Много разного было, но это не приводило к вражде, что подтверждает история. Это родина для тех, кто родился на этой земле, для тех, кто живет здесь и считает, что здесь его корни. Пока не начался этот кризис, этот поворот в истории, свидетелями которого мы стали. К сожалению, определенные люди окрасили эти события в религиозный цвет. Сея вражду среди народа Сирии, они добиваются, чтобы все воевали со всеми, чтобы одни не воспринимали других. Когда я чувствую, что кто-то мне хочет навредить или убить, то я должен защищать свою семью, свой дом, себя, как могу. Мы, христиане, постоянно молимся о мире и не призываем никого к войне или убийству. И вот здесь таится разница западного и восточного христианства. У западных христиан другие взгляды, и западные христиане никогда не жили в такой общности, как мы. Но мы здесь всегда жили в мире со всеми. Все религиозные деятели христиан здесь призывают к одному – не убивать, призывают к миру, как учил нас Иисус. Поэтому и сейчас мы не изменились и никому не желаем вреда. Поэтому и сейчас мы не изменились и никому не желаем вреда. Мы призываем и будем призывать к миру. Естественно, многие люди покинули свои дома, уехали из своих городов. Так было в Хомсе и в других местах. Так было и здесь, в пригородах Дамаска. И несмотря на то, что люди вынужденно покинули свои дома, они надеются вернуться. А иначе я не сидел бы здесь и не беседовал с вами. Я тоже уехал бы за границу. Но мы остаемся там, где родились, где жили и где было взаимоуважение, где все здоровались друг с другом и жили в согласии и мире. Когда начался кризис, лишался чужой дух. Мы это почувствовали. Это не родная идеология, чужая и чуждая. Когда вернутся те добрые люди, тогда все вернется на круги своя. Бог благословляет нас всегда. Поэтому, когда мы ставим памятник Христу, то мы надеемся на его благословение города Дамаска и всей Сирии. Это торжественное событие стало возможным благодаря поддержке российских верующих и с помощью людей, верных идеям равенства здесь. Когда планировался этот проект с самых первых собраний, в его обсуждении принимали участие министр Афкаф и многие мусульманские лидеры. Потому что это делалось для всех жителей Сирии, и мусульман, и христиан, для всего города Дамаска. Агентство Анна Ньюс Марат Мусин Андрей Филатов Игорь Надыршин Виктор Кузнецов Сирия Возвлечении хочу сказать, что тему христианского отношения к трагедиям отдельно взятых людей и целых народов мы продолжим вечером в интерактивной программе «Честное мнение». Присоединяйтесь к обсуждению, пишите нам на официальных страничках телеканала «Союз ВКонтакте» и на «Фейсбуке». Звоните в студию прямого эфира. Ну а сейчас наша утренняя четверть часа подошла к концу. Эфир продолжит программу «Читаем Евангелие вместе с Церковью», «Церковный календарь» и «Утреннее молитвенное правило». «Читаем Евангелие вместе с Церковью» «Читаем Евангелие вместе с Церковью» и «Читаем Евангелие вместе с Церковью»